Продолжение следует... День представления преподобного Сергея Радонежского, одного из величайших наших святых подвижников, который даёт нам пример такой внутренней крепкой огненной веры, двигающей человека вперёд. И можно понять силу этой веры по количеству тех людей, которые о нём услышали, о его подвигах, о его трудах, которые захотели присоединиться к нему и в трудах своих приумножить своё богатство, всячески умертвить своё тело, умертвить свои страсти, освободиться от этого гнёта. Такие люди крайне важны в церкви и очень нужны. Конечно, наверное, каждому из нас необходим какой-то такой пример, который нас будет увлекать, потому что без этого верить сложнее, гораздо сложнее. Особенно если человек, который на такие подвиги был способен, практически наш современник, представляете, насколько это нас приближает к возможности совершения подобного подвига. Мы понимаем, что это было вот-вот совсем недавно, а не какое-то бесконечное время до нас. Надо отметить, что и рождение его, даже, скажем так, внутривотрудная его жизнь, была необычной. Вообще всё в жизни Сергия Рызмирского, для нас, для людей ныне живущих, наверное, очень необычно. И как он питался скудно, как он много трудился, как мало времени он тратил на суету. То есть вся жизнь была приятным образом и порядочена. Порядочена так, чтобы достичь устойчивого, твёрдого внутреннего состояния, которое всем нам необходимо. Потому что вера, она даёт нам непоколебимость. Мы становимся в каком-то смысле тяжёлыми, а неповоротливыми. И внешние события не могут нас поколебать уже так, как колебали нас когда-то, пока мы были вне церкви, не знали ничего в истинной вере. Мы все можем себя вспомнить какое-то время назад и попытаться сопоставить, какие мы были вчера и какие мы сегодня. Так что всем нам желаю укрепляться личным подвигом наших святых, коих великое множество. Понимать, что и устрашение различное от бесов — это нормально. Потому что мы все на войне, мы все воюем. Просто нам необходимо идти до конца так же, как будут идти до конца и они. Всем я желаю сохранить твердость наших убеждений, иметь искренность наших намерений. Бога славить сердцем. Прежде всего сердцем и уже потом устами. Всем желаю спастись во Христе. Еще раз поздравляю с праздником. Сходите по Кресту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok